С коротким обзором новостей сегодня всех познакомит Ларьяна Шамхалаева. Над бывшим мэром Дербента начался судебный процесс. В Исентуках начался суд над бывшим мэром Дербента и имамой Яралиевым. Уголовное дело на Яралиева было возбуждено по статье 286 «Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления Уголовного кодекса Российской Федерации». Сейчас имаму Яралиеву грозит до семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Дзюдоистка Заира Атаева выиграла Сурдлимпийские игры. Дагестанская дзюдоистка Заира Атаева стала обладательницей медали высшей пробы 23-х Сурдлимпийских летних игр. Игры проходят в турецком Самсуне. В личном зачете турнира весовой категории до 78 килограммов наша соотечественница провела четыре схватки. Финальная встреча с турчанкой завершилась результативным броском, определившим окончательную победу дагестанки. Женская ярмарка пройдет в столице Дагестана. Женская летняя ярмарка Вента пройдет в Махачкале. Мероприятие состоится с 28 по 30 июля в Детском мире. В этом году организаторы привлекли большое количество продавцов товаров, одежды, ювелирных изделий, косметики, обуви, керамических поделок и многого другого. Тотальные скидки для посетителей с 10 утра до 8 вечера. Дагестанских производителей приглашают в Крым на выставку мебели. Дагестанских производителей приглашают принять участие в 8 международной выставке мебели. Мероприятие пройдет с 13 по 15 октября в комплексе Ялта Интурист в Крыму. Основные разделы – мебель для дома, общественных учреждений, эксклюзивная мебель и комплектующие. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте организаторов. Группа компаний «Экспо Крым». Субтитры создавал DimaTorzok